Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. 22 августа глава администрации Борис Беляев ознакомился с ходом ремонтных работ в образовательных учреждениях города. Подробности в репортаже Константина Меркушева. В преддверии нового учебного года глава города Борис Беляев проверил учебные заведения. На этой неделе он посетил школу номер 10 и гимназию имени Антошкина. Можно с уверенностью сказать, что летом проделана качественная работа. Например, в первой гимназии на строительные работы было выделено порядка двух миллионов рублей. Всего за месяц подрядчик завершил большой объем работ. К строительному работам мы приступили с 24 июля, с момента подписания контракта. За это время мы полностью заменили все магистрали трубопровода, холодные, горячее водоснабжение. Полностью всю канализацию поменяли, включая выход на улицу. И сделали косметический ремонт, то есть капитальный ремонт в туалетах. Заменили плитку, отштукатурили стены, потолки. И поставили новые пластиковые окна и пластиковые двери. Благодаря косметическому ремонту интерьер кардинально изменился. Если вы зайдете к нам в гимназию, вы увидите, что гимназия полностью сменила цвет, если можно сказать. Мы сделали более современную, более приятную для глаз, более, ну будем говорить, здоровью сберегающий цвет подобрали. Строительные работы завершились и на территории образовательного учреждения. Благодаря партийному проекту в гимназии появилась площадка для изучения правил дорожного движения. Вы видите, что мы находимся на площадке перед гимназией. В этом году, благодаря проекту партийному «Единой России. Реальные дела» у нас был построен мобильный автоградок. Я думаю, это большое приобретение не только для гимназии, но и для города. Гимназия расположена в центре. У нас здесь детские сады, школы другие. Мы будем рады предоставить нашу площадку для того, чтобы дети обучались правилам дорожного движения. А вот в 10-й школе строительные работы в самом разгаре. Подрядчик делает капитальный ремонт в кадетском блоке. Меняем лагерь, здесь мы меняем, делаем приездные полы, закрываем утепленные клетки ОСБ и противопожарные линоли. Линоли здесь линоли, да? Да. Во всех комнатах и территориях будут... Стены что будут? Стены шпаклюем, там барабки. Красные. Рабочие полностью меняют напольное покрытие, готовят стену под подкраску, меняют деревянные окна на пластиковые. Кроме этого, в туалетах будет установлена новая сантехника. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС. В продолжение темы ремонта. Считанные дни остались до начала учебного года. Насколько к нему готовы дошкольные учреждения, выяснял лично глава администрации Борис Беляев. 22 августа в рамках рабочей поездки он ознакомился с ходом ремонта в детских садах «Земляничка» и «Светлячок». Подробнее расскажет Константин Меркушев. Где-то более косметический, где-то более серьезный ремонт. Обновление групп, благоустройство территории. Все это нужно для того, чтобы дети чувствовали себя как дома. Каждый детский сад по мере возможности пытается закрыть свои проблемные места. Например, в «Земляничке» в конце июля подрядчик приступил к капитальному ремонту крыши. Рабочий одновременно демонтирует обрешетку, меняет стропила и закрывает кровлю профлистом. Также на чердаке строителей меняет утеплитель. Если до этого крыша находилась в плачевном состоянии и протекала при выпадении осадков, то сейчас она выдержит любые погодные условия, говорят рабочие. Закончить ремонт крыши подрядчик планирует в начале следующей недели. А вот в детском саду «Светлячок» завершаются работы по капитальному ремонту системы канализации. Также в трех классах рабочие поменяли деревянные окна на пластиковые. Там на строительные работы было выделено порядка полутора миллиона рублей. Детский сад был сдан в эксплуатацию в 1972 году. И, в общем-то, уже требовала система канализации и холодного горячего водоснабжения капитального ремонта. И вот эти деньги были выделены. Я считаю, что мы их очень рационально использовали, потому что на фоне замены сантехнического оборудования, плюс ко всему, был заменен кафель в туалетных комнатах детского сада. Это пол, стены. Ну и сейчас мы ждем детей. 4 сентября, я думаю, что начнется у нас учебный год. И детский сад снова будет полон радости, смех и детских голосов. До начала занятия остались считанные дни. Дошкалята наверняка мечтают прийти в отремонтированные комнаты. А педагогический состав уже ждет ребят для их обучения. Константин Меркшев, Ярослав Кондратьев, Телекомпания «Арис». 24 августа глава администрации Борис Беляев, его заместитель Наталья Лапшина и директор управления образования Николай Черепанов посетили детский сад «Искорка». Сейчас дошкольное учреждение активно готовится к встрече воспитанников. В «Искорке» долгое время один из корпусов принадлежал к молодежному центру «Самоцвета». Сейчас помещение вернули детскому саду. Там 1 августа и была открыта новая группа «Колобок» для детей раннего возраста. В группе был проведен капитальный ремонт, на который потратили почти 2 миллиона рублей из муниципального бюджета. Сегодня им было интересно посмотреть, как функционирует детский сад, какие группы работают. И самый большой интерес, конечно, был к новой, вновь открывшейся группе. Так как в детском саду на протяжении многих лет один корпус занимал молодежный клуб «Самоцветы», поэтому у нас освободились площади, где могут функционировать 3 группы и спортивный зал. И вот сегодня мы уже официально показали, как у нас действует уже одна группа для детей ясельного возраста от года до 3 лет. Закуплено новое оборудование, сделан ремонт, закуплены игрушки, постель, мебель и также уличное оборудование. В ближайшем будущем планируется открыть еще две группы для детей дошкольного возраста на 50 мест. В Кумертаусской администрации состоялось заседание комиссии по профориентации. Об итогах ЕГЭ с докладом выступила специалист управления образования Юлия Абдрахманова. По ее словам, экзамены прошли с соблюдением всех норм и требований. Кроме этого, по многим предметам повысился средний балл. Из 390 выпускников 309 поступили в ВУЗы. Почти 40% из них выбрали российские учебные заведения. 44,5% — республиканские. В учебные заведения города Кумертау, в ВУЗы и СУЗы, поступили 50 выпускников. О выполнении плана приема студентов доложили представители филиалов УГАТУ, ОГУ, Горного и Педагогического колледжей. Принято решение провести работу со школьниками, родителями, продолжить сотрудничество с предприятиями. Код безопасных каникул «Регион 102». Под таким названием проходит республиканская профильная смена для подростков, которые состоят на учете в полиции. 18 августа в детский лагерь «Зеленые дубки» отправились 55 детей из Кумертау, а также в ближайших городов и районов. Во-первых, это смена для детей, состоящих на учете ОДН, республиканская профильная смена. Цель — филактическая работа в рамках правонарушений с детьми данной категории. Эту смену проводит Министерство МВД Республики Башкортостан совместно с управлением образованием и муниципалитетом города, то есть администрацией города, на базе «Зеленых дубков». Для ребят проводятся квестовые игры, мастер-классы по рукопашному бою, показательные выступления кинологов. Кроме того, детей знакомят с культурой Республики Башкортостан. Смена продлится до 27 августа. В Кумертау продолжается реализация проекта формирования комфортной городской среды. В рамках этой программы в одном из дворов города будут установлены малые архитектурные формы. Сейчас, в частности, ведется благоустройство двора по улице Окружной 16. Благоустройство общедомовой территории четырех домов началось еще в конце июля. Здесь уже почти завершены земляные работы. Уфимская организация приступила к установке детской спортивной игровой площадки. Оборудование у нас называется «Атрикс-производитель». Производится оно оборудование в Тольяттио, является самым наилучшим. Одним из самых наилучших в России. Отвечает всем ГОСТам, качествам, безопасности. Что вам еще могу сказать? Сюда планируется установить два детских игровых комплекса, один детский спортивный гимнастический комплекс, две беседочки, одна горочка, две качалки-балансир, песочный дворик уже установлен, также две карусели. И у каждого подъезда для жителей этого двора будет устанавливаться по две скамейки со спиночками и железобетонные урны. Также в количестве 44 штук. Установку детской спортивной игровой площадки планируют завершить уже на этой неделе. Напомню, что всего в этом году в рамках проекта формирования комфортной городской среды будет благоустроено 14 дворов. В Кумертау прошло традиционное августовское совещание работников образования. На нем подвели итоги прошедшего учебного года, обозначив как достижения, которыми можно гордиться, так и проблемы, над которыми нужно работать. Традиционный августовский совет работников образования можно назвать генеральной проверкой всей системы городского образования перед началом учебного года. На конференции подводят итог работы, анализируют проблемы и намечают план дальнейшей деятельности. Забота о подрастающем поколении была и остается главной задачей как педагогов, так и органов власти. В образовательном процессе нужно особое внимание уделить семейной политике. Об этом в своем докладе подчеркнул глава администрации городского округа Борис Беляев. В ходе доклада прозвучали рекомендации и поручения на предстоящий год. Система образования постоянно работала с семьей. И сейчас эта работа остается приоритетной и необходимой. Поэтому подчеркну, для нашего города тема семейной политики особенно актуальна. Ведь главная цель всей нашей большой работы по обновлению экономики, созданию новых рабочих мест, привлечения такого значимого инструмента, как территория, опережающая социально-экономическое развитие, в том, чтобы повысить благосостояние кумертаусцев, улучшить демографическую ситуацию, создать условия для развития человеческого потенциала, сохранить молодежь в городе. Поручаю при планировании работы на предстоящий учебный год особое внимание обратить на межведомственное взаимодействие в работе с семьей. Цель работы максимально снизить семейное неблагополучие, привлечь в работу родителей, сотрудничать с общественными организациями. По словам главы администрации, еще одним из направлений работы остается повышение качества образования. Развитие данной сферы является одним из важнейших факторов развития территории. Следующим основным направлением работы является качество образования. К сожалению, нам не удалось в этом году сохранить тенденцию стопроцентной сдачи единого государственного экзамена. Двое ребят вечерней школы так и не смогли преодолеть испытания по математике и не получили аттестат. На десятую долю, но все-таки снизился средний балл по базовой математике. Это говорит о том, что должна быть проведена кропотливая аналитическая работа по математическому образованию, сделаны выводы и проведена соответствующая работа по исправлению ситуации. В работе конференции приняли участие руководители образовательных учреждений, учителя. Одним словом, в сети от кого зависит, как и в каких условиях будут учиться дети. Педагогическому сообществу также представили назначенного недавно нового директора управления образования города. Им стал Николай Черепанов. В числе почетных гостей – представители министерств и ведомств республики. Так заместитель министра финансов Азамат Абдюков напомнил о задачах, которые поставил перед педагогами глава республики Рустам Хамитов. Это совершенствование работы по воспитанию детей, повышение качества обучения, сокращение сменности в школах, развитие инклюзивного и электронного образования. Что касается последнего пункта, Кумертал может похвалиться хорошими результатами работы. Эффективность использования электронных образовательных ресурсов как средства мотивации и активации учебно-познавательной деятельности продемонстрировала пресс-центр среднеобщеобразовательной школы номер 5, которая совместно с телерадиокомпанией АРИС, городу Кумертал, представила на региональный конкурс проект «Лучше освещения электронного образования» и заняла первое место. Повышается доступность инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, что способствует их успешной социализации. Перед образованием города Кумертал также поставлена задача создания образовательного пространства для комфортного и эффективного совместного обучения здоровых детей и детей с ОВС с ограниченными возможностями здоровья. Заместитель начальника отдела Министерства образования Альбина Кенебузова отметила, что в последние годы значительно улучшилось качество образования в республике. Об этом можно судить по итогам единого государственного экзамена, а также по другим проектам независимой оценки качества знаний школьников. «Так, по итогам проведения ЕГЭ в 2017 году, среднее значение по всем предметам соответствует среднероссийским, наблюдается значимое увеличение среднего балла по большинству учебных предметов по сравнению с прошлым годом. В полтора раза снизилась доля выпускников школ, получивших неудовлетворительные результаты. По вашему городу данные показатели следующие. По девяти предметам выше республиканским, по трем предметам ниже республиканских. Это физика, история и английский язык. Стоит отметить, что количество стобальных результатов по республике увеличилось в 1,6 раза. В вашем муниципалитете количество стобальных, как уже говорилось, отмечалось, составляет 4 человека». До начала нового учебного года остаются считанные дни. Ну и, конечно же, на встрече в адрес педагогов звучали поздравления и слова благодарности за их нелегкий труд. 2 сентября школа вновь распахнут свои двери для детей и начнется новый учебный год. Айгуль Мухаммедшин, Владимир Кузьмин. Новости. Можно сказать, что с августовского совещания для работников образования начинается учебный год, поскольку определяются задачи на предстоящий сезон. Общий педсовет для работников образования прошел и в Куергазинском районе 24 августа. В фойе Дома культуры Яшлек гостей встречала красочно украшенная выставка. Здесь представлены работы из собранного на пришкольных участках урожая. Тем самым педагоги в очередной раз продемонстрировали свои творческие способности. 24 августа прошла официальная часть педагогического совета Куергазинского района. На августовское совещание по образованию были приглашены руководители образовательных учреждений, педагоги, главы сельских поселений. Также впервые в работе принимают участие родители школьников. В числе почетных гостей представители различных министерств. В нынешнем году тема педагогического совета посвящается совершенствованию системы воспитания детей. В своем выступлении глава администрации района Ахат Кутлахметов в цифрах и фактах рассказал о социально-экономическом развитии Куергазинского района. Также он ознакомил с объемом финансирования сферы образования. Расходы бюджета муниципального района на развитие данной сферы в 2016 году составили более 300 миллионов рублей. Это 51,7% от всех расходов бюджета района. А за 70-е 2017 года доля затрат на сферу образования составила 57,4%. За последние пять лет суммарно в сферу образования района было направлено 1,255,000,000 рублей. Это огромная сумма. Вкладывая серьезные средства в образование, мы вправе рассчитывать, уважаемые учителя, на высокую отдачу в виде, прежде всего, значимых достижений профессиональной деятельности. Важнее материальных и денежных ресурсов, конечно, являются учителя, сказал в своем докладе Ахат Кутлуахметов. И Куэргазинская земля славится педагогическими династиями. Наш район гордится педагогами, заслуженным учителями Республики Башхастан, Самсоненко Александром Степановичем, Усмановой Узельфатиховной, Хамитовой Гульнар-Караматовной, заслуженным работником образования РБ Тюляковой Зилии Томировной, отличником народного просвещения Российской Федерации Байназаровой Лилии Хурматовной. В районе сложились известные педагогические династии Агишевых. Вдумайтесь, в эту цифру с общим педагогическим стажем 360 лет. Али Куловых, Левашовых, Султан-Гаревых и так далее. В задачах на предстоящий учебный год Ахат Евдатович поручил обратить внимание на повышение профессионального мастерства педагогов, совершенствование качества образования, а также безопасность детей. За вклад в систему образования и воспитания детей ряд руководителей и педагогов были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации. Награды вручены в том числе за хорошую организацию летнего отдыха детей. Что касается финансирования данного направления, объемы останутся на прежнем уровне. Об этом сообщил в своем выступлении заместитель министра финансов республики Азамат Абдюков. После выступления Азамат Рамильевич вручил почетную грамоту Министерства образования Российской Федерации, директору коррекционной школы села Ермолаева Владимиру Заболотному. Были вручены также благодарственные письма за хорошую организацию патриотической работы. Проблемы в дошкольном образовании обозначила начальник отдела образования Лера Терегулова. Это в том числе отсутствие групп в маленьких селах. Охват дошкольного образования по району составляет 59,3%. По республике 69,1%. Уважаемые коллеги, мы значительно отстаем от республиканских показателей. Анализ охвата детей дошкольного образования показал, что все желающие посещать детский сад имеют такую возможность. Невысокий показатель охвата имеет и объективные причины. Разница между количеством детей, зарегистрированных на территории района и фактически проживающими, превышает 700 человек. Мы сами ужаснулись этой цифре. В небольших населенных пунктах нет возможности и условий для организации дошкольных групп. И здесь я обращаюсь, уважаемые главы сельских поселений, именно к вам. В ваших силах обеспечить детям право на включение дошкольного образования. Здесь проблему можно решить, открыв семейные группы по дошкольному образованию, отметила Лера Терегулова. Одной из обсуждаемых тем, конечно же, является сдача единого государственного экзамена. Тестирование в этом году прошли 111 выпускников 11 классов. И показатели пока ниже республиканских. Было отмечено, что одной из недоработок здесь является недостаточная работа на этапе выбора предмета. Поэтому работа по подготовке к ЕГЭ будет усилена. О задачах по инклюзивному образованию говорила специалист отдела Министерства образования Республики Любовь Еремеева. Она также передала слова, поздравления и пожелания успешной работы от имени министра. Я думаю, что со мной согласятся все присутствующие, что происходящее здесь и сейчас районное мероприятие, как и многие другие аналогичные мероприятия, ставшие традиционными в нашей республике, имеют очень большое значение не только для тех, кто работает в образовании, но и для всего Куэргазинского района в данном случае, для республики, для государства и для общества. В завершении форума были награждены руководители за качественную подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Совсем немного времени остается до начала учебного года. В рамках проведения августовского совещания педагогов на базе школы номер один села Ермолаева была организована работа методических объединений. Состоялась и встреча с представителями родительских комитетов. Подробности в нашем сюжете. Пока детей в школе нет, за партами педагоги со стажем и молодые специалисты. На базе школы номер один села Ермолаева состоялось заседание методических объединений учителей-предметников. Работа организована по 15 направлениям. На таких площадках педагоги подводят итоги прошлого учебного года, намечают задачи на новые. Кроме этого обсуждаются волнующие темы. Такие встречи позволяют узнать о новых формах работы, отмечают участники форума. Кадровый состав, новые программы, современные технологии обучения детей дошкольного возраста. В нашем районе какие программы сейчас разрабатываются, новые, порциональные, можно использовать для детей от полтора до семи лет. Русский язык является одним из обязательных предметов, по которому школьники сдают ЕГЭ. Поэтому перед учителями стоит ответственная задача подготовить детей к этой процедуре. И здесь важно применение самых успешных технологий. С опытом использования инновационных методов учителя делились в ходе встречи. Много вопросов возникает у педагогов по преподаванию родных языков. В школах Куиргазинского района дети изучают четыре родных языка. Это башкирский, русский, татарский и чувашский. На заседании учителя говорили о необходимости сохранения такой модели, поскольку родной язык играет большую роль в формировании личности. Что касается башкирского языка как государственного, то его изучение будет продолжено. Еще один обязательный предмет по сдаче единого государственного экзамена – математика. В этом учебном году выпускники школы района экзамены сдали успешно. Все прошли минимальный порог по баллам. Тем не менее, есть над чем работать, отмечает руководитель метод объединения учителей математиков Олеся Евдокимова. Проблемы есть. Несмотря на то, что мы успешно, конечно, справились в этом году с экзаменом, девятый класс успешно сдали, одиннадцатиклассники все преодолели минимальный порог, все получили аттестаты. Но проблемы есть, есть над чем работать. Вот об этом мы сегодня говорили, наметили план действий на будущий учебный год. Ну и некоторые проблемы пытались решить уже сегодня. Делились опытом, учителя подготовили замечательные доклады в своей работе, по рекомендации дали коллегам. Цель всей работы – повышение качества образования. Более того, в работе педагога невозможно разделять вопрос обучения и воспитания детей. Об этом говорила начальник отдела образования Лера Терегулова, выступая перед родителями и учителями на пленарной части форума. Так впервые состоялась встреча родителей, классных руководителей, представителей сельских советов со специалистами отдела опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Работа профилактическая. Она проводится в целях недопущения правонарушений среди детей и подростков. Предстоит большой разговор и с родительской общественностью, и с главами сельских поселений о том, как нам дальше воспитывать детей, потому что ведущая тема этого года – это все-таки воспитание. И очень хорошо, что мы просто от обучения переходим и к воспитанию в частности. В целом, по словам Леры Арафаиловны, школы и районы готовы к началу учебного года. Она напомнила, что в этом году в связи с празднованием Курбам-Байрам День знаний переносится на 2 сентября. Это последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин